Я сводил место для того, чтобы это начну. Д. У. И немножко проинтерпретировать. Я устанавливаю теорию Франека. Теор. Франека. Позвольте мне некоторую вольность. Я бы сразу хочу показать, что я не большой специалист. И я хочу вернуться вот сюда, в У. Поэтому. Позвольте мне не совсем четко закончить свой рассказ о вот этой вот задаче с реальной паре, чтобы затем гораздо более и четко сформулировать то, чего меня беспокоит и касаемо У. Итак. Так вот. если мы причем ДЭА разделим на количество слаганий в ней, на отвертку, то то, что получится, вот такая сумма. Очень похоже на интегральную сумму в следующую литографию. Вот почему я здесь должен писать. Давайте я вот эту фотосу x напишу как g от x. вот почему-то это очень похоже но уже от x равно x то от x минус x на самом деле дну. Извините. вот это очень очень похоже на интегральную сумму вот такого интеграмма. То есть если я напишу здесь раверс, это будет неправда, то я должен, так сказать, здесь добавить по крайней мере по крайней мере. Значит, и известно, теорема вот так далее говорит, что вот давайте вот эту теорему теорема 1 а теорема 2 это теорема 2 Итак, человечеству известно теорема 1 что r есть у маленькое от q в минус и . ой, 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 ой. Виноват фи от количества слагаем фи от q минус и а теорема фронеля что R от Q равняется Q большое от FI от Q что там у нас нам надо написать? в минус первое Q минус один плюс ε для любого ε вот это вот равносильно гипотезе то есть классическая постановка связанная с приближением вот такого интеграла который есть на самом деле ноль у него интеграды суммы и вот сейчас я хочу только такую акцию сделать что вот такой вот интеграл, который ноль мы приближаем вот такую вот интеградную сумму и погрешность ну, можно по-разному форму интерпретировать давайте я напишу эту формулу еще в одном видео это не более чем переписывание что вот в этой формуле можно написать, знаете, так что давайте я красным напишу, что сумма по G от 0 до FI у 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 квадратик умноженное, чтобы забыть про это интеграде FI у фи фи ну, я извиняюсь, я как и вся математик занимаюсь теорией пустого множества или скажем, идти на слуху нуля, потому что вот экспорт ноль вот извините меня Прочите немного мне эту слабость, я вот тут ноль, вот это на самом деле ноль записал в такой непотребной виде. А вот это R1, значит, известно, что R1 от Q. Но R1 от Q, это как раз есть R от Q умножить на FQ. R1 от Q стремится к нулю, когда мы стремимся к бесконечности. И вот это утверждение, то, что R1 от Q есть Q, R1 от Q в степени минус 1 плюс С, это и 2. То есть, если я приближаю вот такую вот сумму на погрешность приближения, понять порядок на погрешность приближения, погрешность приближения – это основная задача косметики. Все. На этом экскурс-теорию часов кончается, и я возвращаюсь в стихию свою. Спрашиваю, каков аналогичный объект, касающийся не классической задачи. И вот для этого объема, для погрешности приближения вот этого интеграда… В каком смысле вот эта штука является интегральной суммой? Ничего не подходит. Прости. Хорошо. Я сказал, что я сейчас немножко слуха буду и не буду объяснять, в каком смысле она является интегральной суммой. По той причине, что то, что она является интегральной суммой, я собрался подробнейшим образом объяснить для функции нерусского. И тогда аналогия будет понятна. Там просто это легче объясняется. И этому существу объясняется. Хорошо. Я этот вопрос, как посвященного слушателя, предвестил. Поэтому заранее принес извинения. Приходим к неклассической постановке. И в неклассической постановке мы вспоминаем, что мы прекрасно знаем, чему равняется. Во-первых, количество элементов в ФМ, оно не столь загадочное, есть сумма, а это если убавьте к ней аминус один, если вы пропустите. Дальше. Но в прошлый раз доказали. Я уже чувствую, что как некоторым людям в горах не хватает кислорода, так некоторым слушателям не хватает доказательств. Вопрос от КСИ и от ЖИ. Обознать через Ф от Х функцию обратную к вопросу от Х. Тогда Ф от ЖИ на два степени. Ну, все-таки, позвольте, что в какой-то у которого вопрос задаграфняется, чем... Тому самому. Прекрасно, да. И тут начинается песня. Вот, если вы меня слышали справедливо, поймали здесь, что какая-то интегральная сумма, тут нет интегральной суммы, я согласен. Здесь песни нет. А вот сейчас подлется, как по маслу. И теперь я пишу разность. Сумма по ЖИ. Ну, давайте от 0 до 2 степени. КСИ. Н, ЖИ. Минус ЖИ. Развит на два степени. КВАДРАТ. Это точно такая же сумма, как здесь, только количество слагаемое у меня другое, но и эти числа нетривиальные числа в руки. Я измеряю, насколько вот эта последовательность в среднем квадратичном отклоняется от равномерной сетки с тем же количеством элементов. Я делаю это на два степени и чудесно замечаю, что вот это действительно интегральная сумма для функций h от х, где h от х, это есть f от х минус х в квадрате. Вот тут я надеюсь, что вопрос не возникнет. Не возникнет. И вот я попросил потерпеть именно для того, чтобы вот этот момент пришла. Тут действительно немножко слегка. Итак, давайте теперь пойдем совершенно естественно эту функцию приближать к ее экрану. Т.е. вот это дело давайте назовем D со звездочкой. А звездочка означает аналогично еще на неклассические задачи. Так вот, что же у нас лучше, чтобы естественно взять вот эту интегральную сумму, рассмотреть интеграл и погрешить приближение R. Погрешить. Обратите внимание, что в классической задаче, но интеграл этот был бессмысленным. Он равен 0, а здесь-то он не 0. Потому что это право положительный. Вот вклад в него дают заштыкованные кусочки здесь, поэтому от него никуда не делится. Для красоты слога я формулирую одно упражнение, которое решается, по-моему, не совсем просто. Мы его быстро умеем решать пропускную, что интеграл с ЦС. Это равен интегралу от 0 до 1 и f от х минус х в квадрате до х. Здесь на самом деле равен интегралу от 0 до х минус х в квадрате до х. Замена и перемены между играми с ЦС это оказывается незаметно, а по-простому я это быстро не умею. Другого говоря, это функция непрерывная, так что, если мы берем значение, то в лавке это раз. Рациональная послесетка 0, 2 в степеньенных, 1, 2 в степеньенных, там ж, 2 в степеньенных и единица. И вот на какую-то функцию, нет, она там какая-то, она вот как-то вот так видится, от того, что там нуленькие есть. Мы считаем интегральную сумму для вот этой функции. И ясно, что она стелится к интегралу, потому что функции не трыганы. Сумма торговая, она стелится к интегралу, потому что функции не трыганы. А просто настолько быстро она стелится. Давайте я умножу здесь на 2 в степенье по аналогии. То есть задача есть. Конечно, здесь не могут быть на 2 в степенье. Нет, то есть на количестве складается. Поэтому давайте, ну, я вот это вот затрону. Мы уже входит, что мы занимаемся. Давайте я R1. R1 со звездочкой портян. Это будет 2 в степенье. R со звездочкой от N. И у меня вот такая формула получается, что интегральная сумма R1 со звездочкой, это есть 2 в степенье интеграла от нуля за неделицей. Вот от такого агрегата плюс погрешность R1 со звездочкой А. Теорема, которая представляет из себя неральность R1 со звездочкой, я это, наверное, немножко рекомендую. Я обещал, что это не доказано. Это будет не доказательство. Так, у меня есть теория, у меня есть классификация объяснений. Доказательство, показательство и руководительство. Вот сейчас будет руководительство. Так вот, теория, она вот говорит там, что R1 со звездочкой N погрешность не превосходит 4. А задача не решёт. Верно ли вы? Посмотрите, здесь оно может устремиться, в классической задаче. А здесь это задача не решёт. Это теорема, на самом деле, определённых упражнений. Можно назвать теоремой, но определённых упражнений. Я был студентом, который пытался провести здесь компьютерное вычисление. Работал он хорошо. Так я говорю, похоже на то, что действительно это стремится круто. Вот голову на изучение я не дам, но похоже. Что-то похоже, что компьютерное вычисление где-то сутки подтверждает. Но проверить я это не могу. Итак, я сейчас буквально пару слов расскажу о том, откуда у вас взялось вот этот генеральный сумечный учител. Потому что у него очень красивый геометрический смысл. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...